Девушки отдыхают Девушки отдыхают Работаем, живем в России И сегодня вместе с нами Светлана Базарова Мама девочки с инвалидностью Джанет, которая была героем нашего фильма Денис Роза Директор общественной организации Перспективы и фонда лучшие друзья И Ольга Лоева Директор благотворительного фонда поддержки людей с инвалидностью Действуй Оль, а давай ты сегодня задашь первый вопрос У меня на самом деле Большой перечень вопросов От конкретных до довольно философских Скажу, что Хотя сегодняшняя тема заявлена как Инклюзия, мы говорим О чем-то шире, чем инклюзия Мы говорим о том, как нам все вместе научиться Сосуществовать И сделать это сосуществование для всех Комфортным В связи с этим у меня первый вопрос Наверное лично к тебе Ты можешь рассказать свой путь О своем пути к успеху И какие главные проблемы Как человек с инвалидностью Были у тебя на пути Да, я наверное начну с того Как вообще оказалась на коляске Я давно на коляске Уже больше 20 лет И это случилось в детстве Мы ехали с родителями в отпуск Попали в аварию И я получила перелом позвоночника То есть мне на тот момент было 11 лет Я только-только вот перешла В пятый класс И было достаточно сложно Потому что я оказалась дома Друзья, которые были в школе Они постепенно исчезли И пришлось перейти на домашнее обучение Потому что наша школа Она была недоступна для людей Которые передвигаются на коляске И наверное если бы в то время Школа была доступна Мне бы было гораздо легче социализироваться Но так как не было таких условий То пришлось пройти определенный путь И наверное это заняло несколько лет Прежде чем я перестала бояться Выходить на улицу Перестала бояться взглядов со стороны Людей И увидела, что есть ребята с инвалидностью Которые так же как я Передвигаются на коляске Но при этом ведут активную жизнь То есть они и работают И учатся И спортом занимаются Танцуют даже Машины водят Ну собственно после этого Захотелось тоже включиться в жизнь Сдала на права Много всего после этого изменилось И когда пришел возраст Выбора работы У меня были стереотипы По отношению к трудоустройству То есть я считала, что если я на коляске Наверное мне нужно выбирать Дистанционную профессию И это наверное будет Либо бухгалтерия Либо IT-технология Ну и так как Вся семья у меня Бухгалтеры Мама, бабушка То пошла вот по этому направлению Окончила университет дистанционный Тоже там отдельная история С дистанционным образованием у нас В то время Но закончила И долгое время работала Экономистом Больше восьми лет И только когда у нас Случился определенный кризис в компании Все как-то странно сложилось Что я попала в социальную сферу И вот работала в организации Перспективы Откуда собственно В общем здесь все родные люди Получаются Так или иначе Все друг с другом связаны Денис Я помню Что вот фильм Который мы вместе с тобой На самом деле делали Свои, не свои Которые зрители сейчас видели Он совпал Если ничего не путаю С началом вашей компании Дети должны учиться вместе И были плакаты По всему городу Москва На котором очень милыми иконками Изображались люди С разными видами инвалидности Но все они вместе шли в школу И первое впечатление От этого плаката Что ну конечно А как может быть иначе Но иначе было Иначе продолжает сохраняться Вот с твоей точки зрения Главная проблема Почему инклюзия тяжело заходит Ну мне кажется Надо тоже смотреть назад Потому что Ну 20 лет назад Ну точно 25 лет назад Тритер Когда я оказалась в России В 89 году Но точно не было никакой инклюзии И ни образования Недоступной среды Потому что инклюзия Это очень широкая тема И в принципе Если мы говорим О инклюзивном обществе Это включает в себя образование Трудоустройство Среда Отношения друг к другу Это много И вот тогда Мне кажется Ну ничего не было точно И даже мысли об этом почти не было Мне кажется Я всегда задавал вопрос Правда это уже позже Когда я задавал вопрос людям В бизнесе Вы когда-нибудь познакомились Встречались Общались с человеком с инвалидностью Очень часто Мне отвечали нет Потому что люди Просто не было Такой возможности Общаться Встретиться И для них Это было как марсианин Ну для обычного человека Да Вот что человек свалился На коляске Или незрячий Или там не слыша Это было как человек Из другой планеты И потом конечно Не было никаких прав Потому что если говорить То все равно Должны быть какие-то права Если говорить Ну я не знаю Смотреть на опыт других стран Например Ну в 75-й год В Америке Первый закон был принят Об инклюзивном образовании Детей с инвалидностью О том что дети Имеют право учиться вместе Ребенок может идти В обычную школу В России тоже есть такое право теперь Да есть сейчас И это было принято Ой совсем Ну был один закон На который был Конвенция есть Все-таки не конвенция Конституция Я говорю Конвенция тоже Другая документ Конституция Который по идее Дал право Любому гражданину Тоже получить образование Но только закон Который включил в себя Слова об инклюзивном образовании Появилось где-то Года 4 назад В Москве До этого Всего 4 года В Москве до этого Я не скажу точную дату Но точно В Москве был первый Который включил Свой местный закон Именно вот тем Инклюзивном образовании И конечно Была Ратифицирована Конвенция Права людей С инвалидностью Где тоже Конечно Речь идет Конвенция Которая Принята Многими странами И Которая Конечно Пропагандирует Или там Продвигает Идеи Инклюзивное Образование Инклюзив Обществе Поэтому мне кажется Очень важно Смотреть назад Когда люди Вообще Не было Опыта Не было Практически Педагог не знал Как включать Такого ребенка В школу Мы Я помню Когда мы Первый раз Ходили в школу Это наверное Где-то Ой 98-й год И мои коллеги Тоже на коляске Мы пришли В школу Проводить Уроки доброты И там Естественно Ничего не было Доступно И дети Когда они Убегали Нас встречат Они конечно Тоже с удивлением Увидели Первый раз Человек на коляске Тащили в школу Начали проводить Тут ее уроки доброты И мы увидели Как дети нормально Относятся Как они воспринимали Вот этих людей Совершенно нормально У наших коллег Света Вот на своем Опыте Как мама Если Джанет Сколько сейчас лет У нас 16 17 17 Полно Получается Что Она пошла в школу Еще до того Как были приняты Все вот эти законы Как ее воспринимали Как раз Дети Педагоги Вы сталкивались С какими-то проблемами Или в целом Было доброжелательное Отношение Если Мы говорим Как приняли ее дети Или педагоги У нас Мы не сталкивались С этой проблемой У нас была Другая проблема Мы очень долго Выбирали Подбирали Джанет ходила С первого класса В школу То есть у меня Даже не было мысли О том Что она будет На надомном обучении Ну то есть я четко понимала Что она растет И она также пойдет В первый класс Как обычные дети То есть у меня Не было никаких Ограничений В этом плане Дети И ребята Все воспринимали Очень хорошо То есть это миф Что дети жестокие Нет Это все миф Но во всяком случае Мы с этим Не сталкивались Единственное Когда мы пришли Переехали уже Из другой страны И сюда В Москву Когда Джанет пришла В школу В класс И классный руководитель Попросила детей Не подходить к Джанет Она говорит Вы не подходите Потому что Заболевание у нее Хрупкость костей Вдруг она сломается От вашего прикосновения Какая забота Гиперотека И тут я Объяснила Классному руководителю Что не нужно Ограничивать Абсолютно детей Если им хочется Подойти И сесть Поиграть Там Ну Вообще Никаких ограничений Не должно быть И если она И сломается То она сломается В любом случае Но это неизбежно Это жизнь Вообще знаете Интересная вещь Я сейчас слушаю Нашу беседу Я должен сказать Что Денис На самом деле Сыграл Наверное ключевую роль В том Что мы сегодня Находимся Все вместе В этой студии Я хотела сказать Что вся социальная Вот эта жизнь Наша Началась Вот именно С Денис Я даже не помню Как мы познакомились С меня С организацией Мы познакомились Сначала Она тоже Дженат Участвовала В лидерской программе Нашей Но тоже Кстати Я хочу сказать Что очень важная Мама Такая мама Потому что В принципе Если была Очень настойчивая мама Или родители Не только мама Там родители Это было важно Потому что Если родители Пошли И сказали Все Нет Вы возьмите Моего ребенка И Ну и как-то Помогали Обычно Получалось Да Особенно Если дети Если ребенок С нарушениями развития Интектуальное развитие Ну это вот Может быть Сложнее было Но все-таки Родители Очень настойчивые Они Им удалось Ну вот Пробить путь Для своего ребенка Поэтому Это тоже Очень важно Это позиция родителей И мы даже Сегодня С этим сталкиваемся Когда родители Не хотят Идти в суд Мы готовы Потому что Мы готовы Поддерживать Ити в суд Почему не идут в суд? Мне кажется Они боятся Боятся Что он Даже после того Как Не получит доступ К этой школе Или соглашается Чтобы ребенок Пошел Не домашний В школу Да Что у них будет Не знаю Неприятный опыт Или к ним Будут относиться Плохо Я Едем Мне кажется Это какая-то боязнь И просто Это не част Культуры Еще Вот это Судиться За собственные права Да Я хотел Немножко Просто Дорассказать Историю Может быть Это будет И вам Тоже Любопытно Нашим зрителям Дело в том Что Мы с Олей Поженились 15 лет назад И 15 лет назад Мы познакомились С Денис Познакомил нас Денис Олин папа Режиссер Который Который Снял В России Первое кино Про слепо Глухого Человека Александра Суворова И он был Другом Денис И когда мы Вместе Познакомились То наверное Это была Та самая Бацилла Социальная Бацилла Которая Проникла В нас Как же так Мы же должны Что-то Предпринять Надо что-то Вместе делать А дело в том Что Денис Это Человек Который Наверное Уже Последние лет 20 Занимается В России Темой И она Является Основателем В России Замечательного Кинофестиваля Наверное Я скажу Прямо в камеру Кино без барьеров Это замечательный Фестиваль Которому уже Много-много лет И который На экране Показывает Совершенно Фантастические Истории Человеческого Духа Вот понимаете Которые Просто Разрывают Шаблон Разрывают шаблон Денис У меня С этим К тебе Короткий вопрос Мы тоже Верим В безграничную Силу кино Как искусство Скажи пожалуйста Вот 20 лет назад Когда ты начинала В России Весь этот путь Вот ты можешь Очень знаешь Так вкратце Shortly Да Денис Она по Гражданству Американка Да Которая Которая Живет И работает Несмотря на это В России Скажи мне Какой путь Удалось пройти За эти 20 лет Вот в России Вот в нашем обществе Именно В сторону инклюзии Конечно Мне кажется Огромный путь Я не знаю Я вижу Что конечно Очень много Осталось делать Очень много Но все равно Менталитет Очень сильно Изменился И я не знаю Может быть Есть какие-то люди Которые до сих пор Посмотрят на человека С инвалидности И думают Что-то Я не знаю Какой-то негатив Или больше Может быть Они боятся Или им Как-то некомфортно Я не знаю Но мне кажется Все точно Вот поколение Которое растет сейчас Молодые люди Которые к нам приходят Участвуют Ну как волонтеры В наших программах Поехали Из Это было Ну понятно Поезда были недоступны Но мы уже поняли Как Ну как пройти В коридор Обычно снимали Одно колесо Вот на одном колесо Вот так шли К купе Да То есть поезда Были неприспособлены С точки зрения Просто широты проекта И мы уже Ну мы уже Поняли У нас билеты были Потому что Все-таки мы Ну там стояла Дама Которая вообще Ни за что Не хотела нас пустить Она сказала Вы не пройдете Я вас не пущу Тоже с новыми билетами Поезд уехал без нас Это из Великого Новгорода Да Москву Тоже как правило Мы там Ну нам удалось Это сделать Но все равно Вот был один раз Когда прям вот такая Барба была с этим человеком Я помню Была громкая история По-моему Была громкая история С самолетом Какая-то из компаний Отказалась Престить на борт Коллега Который Да Улетала В Варикавказ Ее не пускали В самолет Я помню Я сидела в кафе Тогда У меня было совещание С кем-то Мне звонит Наташа Говорит Представь тебя Меня не пускают В самолет Как тебя не пускать Она уже ездила туда Летала Это был не первый раз Ее не пускали Все решили Даже багаж Они уже Она сдала уже багаж Она вышла туда На трап Ей должны быть туда Поднимать Там тоже очень тяжело Было поднимать Людей в эти самолеты Тогда Когда не было Вот сейчас Хоть слабоко Есть подъемники Во многих аэропортах Но это не про Большие аэропорты И Все Ее не пускали И сказали Нет Мы ее пускаем Я вот Наблюдаю Через фейсбук За борьбой Светы Там Там сериал В фейсбуке Борьба света Звучит Как какой-то Мощный сериал Сериал про пандус И про парковку Я все время С измиранием сердца Слежу Затем Как соседи У нас уже все воспитались Все перевоспитались Все очень воспитанные Никто не перекрывает Наши взяла Но у нас на это ушло Шел ровный год На воспитание А что они делали Они перекрывали Они просто парковались Так как им хотелось Они перекрывали Они парковались На тротуаре То есть вот так вот Сплотную Парковались на площадке пожарной И получается Что ты выходишь Из подъезда Здесь припаркованы Автомобили Справа слева И перед тобой То есть ты никак Не можешь выйти дальше Но сейчас ситуация изменилась Все сейчас Все воспитаны Слава тебе Господи А ты живешь в Москве Да? В Москве Ну хорошо В Москве с доступностью Сейчас вообще как? Ну если сравнивать Вот что было 20 лет назад А сейчас Конечно это колоссальная разница И мы недавно по центру гуляли И практически не сталкивались С ситуацией Где надо там Бордюр перепрыгнуть на коляске То есть достаточно пологие спуски делаются Это все учитывается Вот тогда вопрос А почему в итоге Я так мало людей вижу На улицах колясочников? Практически не видно Хотя на самом деле Давайте попробуем просто так вот На наш гигантский город В котором живет там не знаю 14 миллионов человек условно Ну понятно Что сколько у нас колясочников Ну сколько их может быть В целом в городе? Ну если перемещать Не знаю сколько много Ну много Ну давайте поймем Это 10 тысяч Или это 100 тысяч В метро перемещение очень сложно Да Я на собственном опыте могу сказать Очень большой Большой город И сейчас странство Хотя все автобусы доступные Но и наверное есть такие Очень смелые люди Которые ездят на автобусах И даже кстати на метро Можно ездить Но там по-моему Какой-то вес Да? Нельзя быть Больше какого-то веса Я думаю Оля наверняка попадает Под это На счет метро тоже Там такая история Забавная Что если даже ты на коляске Пошел Решил поехать на метро То тебе нужно Службу сопровождения Заказать за две недели То есть ты не можешь просто Решить поехать Очень непосредственная реакция Я себе представляю Что я куда-то Мне куда-то надо Фильм ужасов Я себе планирую Через две недели Это нужно Это нужно гениальный Менеджерский мозг И еще минус в том Что они до 7 вечера До 7 вечера То есть У меня нет И это У нас Еще не все Давай я готова Мне просто Недавно ребята рассказывали Которые метро пользуются Я на машине езжу Не знаю об этих вещах Но Говорят что Служба сопровождения Они не имеют права Человека на коляске По лестнице Вниз стаскивать Потому что это По технике безопасности Нельзя Да И они могут Сделать Они могут Помочь человеку спуститься То есть спустить его кресло А человек должен выйти И сам по пирелке Дойти вниз На тебе весело У нас пошел По-моему Немножко черный юмор Друзья А что еще остается Мы были в Питере С коллегой Мы опаздывали Наш поезд Мы были в совершенно Другом районе Мы правда не знаем Где мы Пока мы не доехали До метро Нам сказали Есть Вот эти все приспособления И Действительно Мы заранее звонили Они примерно ждали И Мы Нурсину Такая Подъемник Который идет Поднимается Конечно медленно Плеса в себе Вот этот Час пик Это было И все люди Были вынуждены ждать Ну это такой Особая ступенька Хоть И на самом деле Я была удивлена Все так терпеливы Все ждали Поднимали нас И мы поехали дальше Другой вопрос Когда мы приехали Уже ближе к инстанции Все прекрасно Только потом были ступеньки Мы не Мы могли выйти Вы знаете На самом деле В свое время Я просто был В интернете Как на уровне мемов Когда люди Публиковали Самые Идиотические Варианты Пандусов Подъемников Инфраструктуры Созданные На государственные Средства Да То есть там были Такие Просто анекдотические Абсолютные вещи Американские горки Вместо пандуса Ну вы все Это прекрасно То есть пандус Вот таким уклоном Например Длиной метров Тридцать Понимаете Или там он Под определенную Ширину колес Если у тебя коляска Там какая-то Другая модель Не вписывающая Ну извините Сидите дома Получается Вот эти перелок Это непонятно Я даже думаю Что они не были Предназначены Для людей на колясках Они были непонятны Для чего Ну для детской коляски Это тоже Да Не было предназначено Друзья Вы знаете У нас получается Такая очень дружеская И очень спокойная беседа Хотя на самом деле Тема Это достаточно Пульсирующая И просто Наверное Поскольку мы давно В ней Для нас она Ну скажем так Нам с вами обсуждать Ее Нам уже хватает Чувства юмора Чтобы ее обсуждать Но вообще-то говоря Нет Я давно спросила Почему нет группы КВНщики С инвалидностью Есть? Некоторые по телевизору Они просто Видимо Они не попадают Потому что именно Он говорит Слушай, Денис Наверное Надо смеяться Над этой ситуацией Сейчас Я знаю Люди смеются Я знаю Очень много людей С чувством юмора Но они просто Не собрались в команду Он говорит Надо сделать команду Бояться Наверное Бояться Еще Тоже Показывать людей С инвалидностью У нас по телевизору Вне рамок Привычные роли Давайте Давайте соберем денег Есть шоу талантов Показывают людей С инвалидностью Но все равно Это какой-то особый кейс Смотрите на коляске А танцуют Хотя В принципе Должна быть Должна быть Действительно Просто команда КВН И норм Или инклюзивная команда КВН По-хорошему Если уж мы сегодня Про инклюзию Смешанную Есть такие Сякие Все-таки Я вот знаете С упорством Попробую Немножко Развернуть Наш с вами Диалог Из режима Такого Юморного В режим Более серьезного Разговора Я сейчас стою На место Простого Вот не знаю Человека У которого Например Ребенок Допустим С инвалидностью Который Который живет Например Где-нибудь В глубинке России И который Реально Не может Решить Свою проблему Связанную С доступностью С обучением А это Самые насущные Вопросы Которые нужно Решить Маме и папе В отношении Например Своего ребенка Давайте я Исполню роль Плохого парня Сейчас И задам Такой вопрос Не ну окей У вас там Тема в жизни Да А почему Собственно говоря Мой Вася Который прекрасный Здоровый Замечательный И так далее Должен учиться Вот с ребенком У которого Например Синдром Дауна Или допустим У него расстройство Аутистического спектра Или допустим Он Да Пользуется Коляской Ну что он Футбол С ним будет играть Ну Васек то мой Ответьте мне Что можно им ответить Этому папе И этой маме Ну это конечно Это очень сложно Сложный вопрос Да Потому что Ступор Я прям Ну там есть Можно взять И вспомнить Все вот эти Стереотипы Которые есть Допустим Что если будет ребенок С эволюционностью В классе Значит будет меньше Внимания На других детей Да Или допустим Что ребенок Точно не справится Ну он Ну вот С заданиями Или он точно Не может ничего Не делать Вместе с детьми Но все равно Не может Заниматься Да С ними Но я думаю Что надо Мы видим постоянно Мы слышим Про все положительные стороны Да Или что они Все тоже говорят А будут Издеваться над ним То что зачем То что мой Вася Да Хорошо Он будет А все То есть они дети Но дети будут Издеваться Зачем Ну вот Такой ситуации Создавать А на самом деле Если смотреть На опыт И в России Уже И других стран Инклюзивное образование Это инклюзивная школа Это школа Которые Где Другая атмосфера Это школа Где Учитывает Больше Ну Потребности Любого ребенка Не только ребенка С инвалидностью Это школа Которые все-таки Все Если говорят О классе Вася Такой Ну На самом деле В этом же классе Которые Разных детей Которые имеют Разные свои потребности Разные свои желания Разные Может быть Свой бэкграунд Или свой Я не знал Откуда они Семи И вот это все Тоже важно Что вот Эта инклюзия Это учет И это уважение Каждого ребенка Такого как он есть Какие у него Соспособности И наверное Учит вот это И уважать это И развивать это Поэтому По идее Это Мне кажется Это должно Зацепить Родителей Вот ты сейчас Очень важные вещи Сказала Но мы о них поговорим Сразу после небольшой паузы И снова вернемся в эфир Друзья Снова в эфире Докток Я напоминаю Что Сегодня мы говорим О том Что такое В России Инклюзия Инклюзия Это как вовлеченность Соединения двух миров Мира Мира людей С инвалидностью И мира людей Без инвалидности Хотя Такой водораздел В общем-то Как мы сейчас понимаем Достаточно условно Достаточно И после нашего Возвращения в эфир Я хочу задать вопрос Светлане Которая является мамой Героини нашего фильма Джанет Которой сегодня Сколько лет? 17 полный И давай откроем Маленький секрет Где сейчас находится Джанет? Джанет с этого года Находится Учится в Германии В международной школе И очно Заканчивает 11 класс Здесь В России В Москве Вот такая замечательная девочка А еще девочка Набила себе татушку Что там Что там за татушка Расскажи Она очень долго К этому шла Мы с доктором Очень долго Совещались Поскольку Тип у нее Сложен Характерен тем Что Любая микротрещина Провоцирует Костный нарост Ну тут Мы посовещались Подумали Поскольку Она прям Мечтала Хотела Очень долго Она Говорила Что Если я сдам Хорошо ОГЭ Я сдам Математику Ненавистную Если я сдам Хорошо Математику Вы мне Разрешите Набить Мы согласились Когда она была У друзей В гостях В Германии Она Набила себе Тату Поскольку Она сдала Хорошо ОГЭ Она набила Себе Тату Со словами На немецком Языке Это как бы Ее девиз По жизни Верь в себя Круто Круто Идет она По жизни С этим девизом Мне тоже захотелось Набить себе Такую тату Она очень Наверное Да Давай набьем Докток Докток Давай Все Завтра пошли Кстати Насчет Женет Мне кажется Тоже очень важно По крайней мере Когда она участвовала В наших программах Что у нее всегда Было такое стремление Ну может быть Не всегда Но по крайней мере Развивалось Такое стремление И помочь другим Потому что Помочь Она сама Стала Такой самостоятельной Она сама Ну была активна И однажды Она мне написала Большое письмо Я была немножко в шоке Ей была тоже Еще молодая Я не знаю Но это года Три-четыре назад И она пишет Ой Есть большая проблема Я вижу Как другие дети Под опекой Своих родителей Они никак Не становятся Самостоятельными И я уже такая У меня мама такая Мама вот Конечно Немножко другая Но мне хочется Помочь Чтобы эти дети Тоже стали самостоятельными Не детьми А взрослыми уже Чтобы они повзрослели Ну она хотела И немножко повлиять на взрослые Но она хотела тоже Все-таки она как ребенок Хотела делить своим опытом Чтобы дети увидели ее И тоже стали И поняли Что они могут быть самостоятельными Я вот хотела у тебя спросить Вот Насколько я понимаю Ну Невзирая на все проблемы Которые были лично у тебя Тебе удалось Стать тем человеком Который другим может подать пример Как положительный Да Что можно вот так И у тебя Насколько я понимаю Сейчас собственный проект Который помогает Другим людям с инвалидностью В чем его суть Да У меня тоже на каком-то этапе Возникло желание Не просто работать А приносить пользу Обществу И в частности Ребятам с инвалидностью Которые еще сидят дома И боятся выходить У нас сейчас не проект У нас много проектов У нас благотворительный фонд И в фонде Каждый автор проекта Это человек с инвалидностью Начало все с моей программы Это программа наставничества Для ребят с инвалидностью Где мы помогаем им Определиться профессионально То есть это могут быть ребята Которые пока не знают куда пойти Это некий этап профориентации Это могут быть ребята Которые хотят трудоустроиться Могут быть ребята У которых идея бизнеса То есть есть выпускники Которые там салоны красоты Открывают в городе И здесь задача наставника Это на практике Показать как Профессия реализуется И дальше человек уже понимает Нужно ему это или нет Находит работодателя своей мечты Или создает свое дело А скажи Вот в основном Это люди у которых есть проблемы С опорным двигательным аппаратом Или есть разные виды инвалидности Разные виды инвалидности У нас в прошлом сезоне Была девочка замечательная Юля Она с 14 лет уже на фрилансе Подрабатывала дизайнером Но вот фирму мечтала трудоустроиться Никак не получалось И у Юли есть особенность У нее диагноз ДЦП И у нее есть сильное нарушение речи И даже когда она проходила Определенный этап отбора на проект Там нужно было записать видео Она прям жутко боялась этого момента Но преодолела себя Записала И пришла на проект Собственно с запросом Найти работу в сфере дизайна И на одном из этапов проекта У нас проходит практикум по собеседованию На этот практикум пришла HR-директор Известной компании Которая занимается разработкой дистанционных курсов И у Юли в институте Все ее однокурсники Они мечтали попасть в эту компанию А тут вот так сложилось Тоже волновалась жутко Из-за того, что не знала, как она будет говорить Вообще, насколько я понимаю Сейчас это тренд В крупных компаниях Чтобы определенную квоту Рабочих мест Выделять для людей с инвалидностью В разных формах А кстати Если к вопросу о законодательстве То сколько примерно Такая квота может составлять Это в процентах измеряется И обязывает ли это делать Компании законодательство Или это в доброй воле Нет, это уже законодательство От 2 до 4 процентов Это зависит от города Или от региона И сейчас очень многие Правда, они могли платить штраф И там на самом деле Где-то они не взимали штраф Ну, не было бы там Практики, да? Ну да, где-то в Москве Они взимали штраф То есть не взял человека на работу Не закрыл квоту человека с инвалидностью То есть оштрафован Да, да И сейчас, на самом деле Мне кажется, очень меняется Раньше просто люди Или брали эффективно Людей на работу Ну и как-то платили Какой-то процесс Я схему, я не знаю Но я так предполагаю Что они все равно Как-то вот сумму выплачивали И люди получали Какие-то деньги Ну, наверное, маленькие Но они не ходили на работу А сейчас, на самом деле Ну, и государство Начинает жестче требовать Чтобы выполнили квоту И сейчас очень многие работодатели К нам обращаются Вообще, я хочу сказать, что Вообще, я хочу сказать, что Есть такое направление Это социальное предпринимательство И сейчас принят закон О социальном предпринимательстве В России Вот летом этого года Это как раз такой бизнес Да Ну, вы, может быть, и знаете Да Я для всех наших зрителей Тоже расскажу Что это такой бизнес В котором заняты Трудоустроенные люди С инвалидностью И за это бизнес Получает Очень мощные Налоговые преференции А также Не только налоговые преференции Но и специальные субсидии Которые помогают Такому бизнесу Развиваться со стороны государства Поэтому то, что фактически Формируется законодательная база Помогающая Да Трудоустраивать таких людей Это очень-очень-очень круто Я хочу сейчас выступить В роли тоже плохого парня Как Никита Какое-то время назад Плохой девчонки Вот Я слышала такое мнение Конечно, на камеру Никто этого в жизни не скажет Но послушайте Кого мы хотим обмануть Все равно Человек с инвалидностью Не может быть таким же эффективным Таким же простым В обращении с сотрудником Как человек с инвалидностью Все равно Человек с инвалидностью Он будет хуже Ну, хорошо Если мы сейчас говорим Про проблемы С опорно-двигательным аппаратом Это еще Проходной вариант Да Но Человек с ментальными особенностями Человек, который В принципе Никогда не сможет быть такими, как мы Зачем его тянуть в наш мир Зачем его тянуть в школу Зачем его тянуть на работу Кому это надо Но вот Человек никогда не сможет выучить Все, что дается программой Вот у меня Вопрос А что Реплика А вы все выучили, Оль? Я? Не, на самом деле Думаю, слушайте Этот человек такой же, как Все мы И Почему Он не сможет получить образование Ну, не сможет Нет, ну почему не может На самом деле Здесь важной адаптации Тоже И адаптации Программы Изменения Среду Понимания со стороны Вот это вот Вот что мы должны меняться И не сам человек все время Конечно, человек Нужно вкладывать его Он должен получить нормальное образование И на самом деле Есть люди Ну, во-первых Тоже надо иметь в виду Что все люди С индивидуальными нарушениями И с разными нарушениями Они все разные Очень разные И Очень много Могут делать И делает Есть в наших программах Мы же трудоустраиваем Много таких ребят По каким специальностям Например, можно обучиться Ну, у нас Молодой человек Миша Он в офисе Он занимается архивом Он Делает Много сканирует Он делает На самом деле Он делает И с огромным удовольствием Ту работа Которую многие не хотят делать Он брал на себя Безумно нравится Он работает в компании Два года уже У нас есть девушка Которая занимается Она упаковщица И тоже очень нравится Сейчас команда Она тоже этим занимается Несколько лет Есть ребята Которые работают Тоже в компании Ну, в ресторанах И они помогают Там помощники Шеф-поваров Там ребята Которые Что-то убирают Разные Ну, там Сейчас мы В одной компании Технологической Я не знаю Можно назвать компанию Есть компания САП Которая мы только что На стажировке Трудоустроили Ну, может быть Мало Пока говорят Потому что Всего там Начинается На этой неделе Его работа Но они были готовы Взять вот этого Молодого человека С аутизмом На самом деле Мы видим Что много ребят Просто главное Понять Конечно, хорошо Если они получили Образование Это очень важно И они были Включены в обществе Да И общались Опять Я плохая девчонка Но ведь Есть же такое понятие Как необучаемый Этого человека Бесполезно учить Необучаемый Есть такое понятие Нет такого понятия Уже нету Раньше было такое понятие И, кстати, не только в России Я слышал такое понятие В разных странах Я имею в виду Я слышал о том Что это было Потому что Когда я уже общалась С людьми Это уже не было Любой человек обучаем Да Даже который вот лежит Смотрит в потолок И не разговаривает Он тоже обучаем Да Послушайте Ну, любой человек обучаем Мне кажется Важно понять Какие у этого человека Способности Что он может делать Готов делать Что ему нравится делать Мне кажется Тоже Когда мы Я уверена Ольга тоже делает Когда мы Смотрим И начинаем Трудоустраивать человека Мы спрашиваем его Чем он Ну, где он хочет Какие, ну, мечты То есть Если мы его Начинаем Отправлять куда-то Где ему Это совершенно Никогда в жизни Ему не нравится Он все чувствует Нехорошо А потом вдруг Найдется У нас Одна девушка Она убирает клетки Там Прилот для кошек Она там убирает Вот эти Она сама любит кошек И чувствует Себе там Это сложные философские вопросы Человеческого бытия И грани Нормы Которая сдвигается Да Туда или сюда И это наша воля Куда как И как общество Сдвигает эту грань От себя я хочу сказать Что фильм Свои не свои Который мы сегодня Смотрели в эфире Это не единственное кино Которое мы сняли Вместе с Денис Другой фильм Который будет в эфире Телеканала RTVI И программа Докток Это фильм Клеймо Который посвящен Именно людям С ментальной инвалидностью Взрослым Взрослым людям Ну почему только взрослым Там например Соня Шаталова На тот момент Была не такая Взрослая Девочка Вот И От себя тоже Позволю здесь Включиться в дискуссию Не как человек Задающий вопросы А как вот Со своим мнением Дело в том Что Вот если мы говорим Про границы нормы То не всегда Имеет значение Результат Иногда Результатом Является процесс Для нас Конечно И счастье Это обычно не результат Счастье Это обычно Процессуальная вещь Да Мы просто его ощущаем И так далее Поэтому здесь процесс Обучения человека Сам факт обучения И сам факт Даже маленького шага Который делает человек В сторону того Чтобы что-то узнать Что-то Подружиться Подружиться Да Сделать маленький шажок Это история Про огромные изменения Которые может стоить Ну Которые для человека Приносят в итоге Абсолютное Человеческое счастье Все-таки Мы общество людей И это то Что отличает нас И мы должны Видеть в этом ценность Вот я это вижу так Я это вижу так И тоже когда мы Говорим об инклюзии Мне тоже кажется Очень важно Рождается ребенок У него какие-то Особенности И все равно Это и для самой Семьи важно Вот этот маршрут У него должен быть Такой же Очень подобный Маршрут Как у детей Без инвалидности Да Может быть и другие дети В семье Потому что Это нормальный маршрут Который ведет Как раз к этому Не знаю Может быть даже Не инклюзивно Просто обычное общество Где мы все действительно Разные Это так И поэтому Когда мы его Отправляем Сегрегируем Это ужасно И это Приводит к тому Что мы уже Начинаем понимать Лучше этого человека Мы уже понимаем Его особенности Понимаем Куда дальше Его отправлять И помогать Поддержать Денис Давай поговорим Про международный опыт Вот тебе Как человеку Который живет Можно сказать На две страны Россия и США Мне кажется Тебе это Особенно понятно Давай поговорим Про лучшие Международные практики Инклюзии Что здесь можно рассказать О чем стоит Как должна выглядеть Эта школа будущего Которая и приведет нас К обществу будущего Что там Кто там должен работать Какие-то волшебники Ну конечно Единственное Что я больше здесь живу Чем там Но я могу просто Вспоминать Какие-то примеры То что я видела Во-первых Конечно Мне кажется Самое главное Это когда ребенок Я помню Когда мы были Я была в Финляндии Даже не в США Я видел как Ребенок рождается И реально Вы тоже знают Про ребенка И какая ему Поддержка И семья уже знает Что его будут поддерживать И пойдет в школу Потому что даже нет мысли о том Что ему могут Куда-то Или заправлять В другое место То есть есть готовые сценарии Есть готовые сценарии Есть специалисты Которые готовы Помогать Поддерживать И вот эта готовность Принимать Эту семью Мне кажется Тоже важно Они не чувствуют Что Слушай Мне кажется Тоже в России Сейчас меняется Но точно Где-то лет 15 назад И мы знаем все случаи Когда Врачи говорили Родителям Отдайте своих детей Да Отдайте в смысле Обрат В интернат Нет Отдайте в интернат Отказаться Отказаться Это была официальная Врачебная позиция Насколько я вообще знаю Часто подходили к маме Мы говорили Что Кого вы родили И поэтому очень важно Вот это принятие Вот этой семью Сразу Принятие Они понимали Что они получат Поддержку Я помню Что я была в Штатах И видела Такой класс Который ребенок С очень сложные нарушения С множественными С множественными нарушениями И там Рядом с ней Сидели другие дети И читали книжку Я спрашиваю Как вы с ней работаете Потом Это был другой фильм Они потом нам показывали фильм Где она участвует Там Песа И у нее была тоже Своя роль В этой Песе И вот они все Их одна из задач Была вовлекать ее В занятия И на самом деле Через это Они помогли Другим детям Потому что дети Они тоже росли в это Потому что они читали книжку Они выбирали Вот эту книжку Это рос в души Это маленький Это точно где-то Внутренних Каких-то ресурсов Несколько поколений Мне кажется Ну как Это был задание педагога Потому что это в принципе Если в России Это все будет Несколько поколений А скажи Ты вот на своем опыте Ты помнишь Какие-то истории Когда педагоги Как-то Я помню историю Очень замечательную Когда мы нашли бассейн Это фильм Мы нашли бассейн И просто медперсонал Она просто нас презирала И посетители, которые ходили в бассейн Одна из говорила О боже, я не хочу здесь с инвалидами купаться Я искала место, где их нет И все-таки перешла сюда И тут они опять И тут они опять Да И потом она мне начала выдумывать Что приходите с тряпкой Потому что от вашей коляски Вот эти две полосочки Приходите с тряпкой Потом она мне рассказывала Что существуют какие-то бахилы для колес Бахилы для колес А пятки следов не остаются Вот И сказала Хорошо, не вопрос У вас есть здесь уборщица Которая должна убирать Мыть В итоге Есть, но она не обязана Ходить и за вами убирать Я говорю Хорошо, значит вы обязаны предоставить коляску Которую я готова пересаживать своего ребенка Вот И в итоге она все-таки придиралась Придиралась И через неделю появилась коляска Победила в очередной раз А у тебя тоже такие были истории прекрасные Я хотела дополнить немножко, Денис, про международный опыт У нас недавно как раз закончился проект И были коллеги из Эстонии, из Израиля, из Литвы И мы в целом пришли к одному такому очень важному мнению Что каждая страна, она проходит такие три этапа развития на пути к инклюзии То есть сначала идет некое разделение Когда людей с инвалидностью Для них создаются специальные учреждения Где их обучают Для того, чтобы постепенно включить нормальную школу Дальше идет интеграция Когда получается в школе появляются дети с инвалидностью Но в целом среда она пока недоступна То есть нет как физической среды Так и психологической То есть не подготовлен коллектив Учителя, родители И сейчас очень редко встречается полная инклюзия То есть что Израиль говорил, что они на пути к этому Когда создаются адаптированные программы Когда у человека с инвалидностью есть тьютер Который помогает ему освоить тот же самый материал Но своим методом Как бы его дублируют, чтобы донести эту информацию до ребенка Учитель доносит одинаковую программу всем Но у ребенка с инвалидностью тьютер, который помогает другим способом решить эту задачу Тьютер же находится одновременно в классе во время преподавания учебного материала Он сидит рядышком за партой и рядышком с ребенком? Получается, да, так На самом деле я увидела классный опыт, где нет никакого тьютера Потому что я считаю, что тьютер это прям очень Вот как путь, да, наверное Но мне кажется, что часто тьютер, они могут мешать Общение с другими детьми Если там взрослый человек рядом, постоянно Как фильтр А очень хорошо, когда я увидела вот такой классный Вот два педагога, один педагог, который называется Он специальный педагог, другой предметник Как они работали вместе И как они подавали вот эту информацию И в малых группах работали со всеми И даже не было понятно, кто с инвалидностью, кто без инвалидности Это очень круто И мне кажется, вот это очень тоже важно Стремиться к тому, что все равно ребенок Ну как поддержка, ну что же, кстати, я увидела в Германии Классный был Там был тьютер, там был такой помощник Но она, я знала, что она с этим ребенком Там был ребенок с аутизмом, который больше, ну поддержка нужна была Но она не ходила только с ней Она всем помогала Она ходила по классу, всем помогала Не то, что она к нему приставлена Да, да Тоже это очень важно, вот как использовать человека Я тоже хотела сказать, что на самом деле Несмотря на то, что есть какие-то этапы Все равно это постоянная, я бы сказала, такая борьба И общественные организации Родительские организации Организации людей с инвалидностью Которые борются за то, чтобы не сократили финансирование За то, чтобы, допустим, качество улучшилось образованием Я знаю, недавно было в Белгии судебное дело И выиграла, ну там семья выиграла Это было против департамата образования Или там министерства образования Потому что отказали ребенка с синдрома Дауна Учиться именно в инклюзивной школе Его отправляли в специализированную школу И на самом деле, мне кажется, тоже Когда смотришь разные страны Я себе не считаю эксперт по всем странам Но я вижу, что все-таки Италия уже сто лет назад Все стало инклюзивно Где-то в 70-х годах И в Испании там тоже, мне кажется, очень передовое Я даже удивилась, когда общалась с родителями Детей с инвалидностью из Белгии Они очень жаловались И мне показалось Я не могу сказать, что я знаю много, но приятно Мне показалось, что там сложнее С развитием инклюзивного образования Поэтому это все Сейчас есть конвенция Которая, я говорила об этом раньше И реально вот эта конвенция Порвать людей с инвалидностью Он заставляет всех Принять инклюзию И делать изменения Вопрос Коля, ты вот сама как человек Лично через вот такой путь проходишь Мы сейчас много говорим об образовании О том, как улучшать эту систему Как ты можешь сейчас оценить Вот самая главная проблема для российского общества Конкретно, вот не знаю Ментальная или инфраструктура На своей точке зрения Вот что тебе лично, как человеку Мешает на твоем пути К ощущению себя абсолютно растворившейся в обществе Мне на самом деле ничего не мешает Ты растворилась в обществе Да, я иду к своей цели Если я чего-то хочу То мне нет преград А если кто-то тебе мешает Обижает Да, если говорить про доступность То там двусторонний процесс Это и физические барьеры Которые все-таки есть Там определенные Если говорить про коляску Про метро я уже поняла Транспорт общественный Пандусы не везде есть И отношения общества тоже надо менять Хотя если сравнивать, как это было Вот много лет назад и сейчас То я, например, ни разу не столкнулась с тем Чтобы мне кто-то отказал в помощи Погрузить коляску в машину Я за рулем езжу И когда сажусь в машину Кого-то прошу в багажник убрать коляску Вот ни разу не было Чтобы кто-то сказал Нет, я там спешу и так далее Прости, просто маленький технический вопрос Я хочу себе чисто визуально это представить То есть ты на коляске подъезжаешь к двери Открываешь и сама пересаживаешься На водительское кресло А дальше тебе нужно каким-то образом убрать Свою коляску И ты просто поймать Поймать какого-то соседа Надо какого-то Простите, а вы не могли бы помочь? Подойдите, пожалуйста Вот вам там, да? Так это происходит? Да, я прошу проходить Сколько времени уходит в среднем на то, чтобы Отлов Отловить Пять минут У нас очень большой город У нас постоянно кто-то перемещается Главное не парковаться в безлюдных местах Знаете, мне рассказывали тоже знакомые Была ситуация, когда приехала девушка ночью И никого не было на улице Она нашла способ Она вызвала Яндекс.Такси И вот просто водитель помог Прекрасный способ Убрать машину Хочу сказать по этому поводу Джанет, когда вернулась в Германию зимой Она остановилась Поехала к друзьям И Значит Одна из Перемещается в инвалидной коляске То, что заболевание Хопкость костей Так вот Им государство Выделяет автомобиль Она ездит также за рулем Джанет была в таком восторге Она садится в машину Робот Берет коляску И багажник Класс Ну, то есть Вот эту оборудованную Оборудованную машину Выделяет государство Замечательно А вот у меня тогда еще один вопрос Как у мальчика Меня интересуют все технические детали Особенно роботы, руки И все такое Значит Такой вопрос Вот ты ездишь на автомобиль Ты сколько лет уже ездишь? Больше 12 Больше 12 лет Да А если я правильно понимаю То твоя вот Ну вот инвалидность Да, она возникла Именно в результате Аварии на автомобиле Когда тебе было 11 лет Скажи Тебе не страшно водить машину? Нет Ты нормально пережила тот опыт И у тебя не возникло страха? Ну, в целом, да Это как бы Я не представляю Как без машины Можно существовать в нашем городе Окей А еще такой вопрос А машина, которую ты сейчас водишь Это какая-то специальная марка? Или есть Или почти у всех У всех марк автомобилей Есть специальные Технические решения Для Другой тип управления? Это может быть любая машина То есть Это просто ставится Ручное управление Ну, у меня это просто один рычаг На тормоз, на газ Они разного вида бывают И остаются педали То есть там мой брат, мой отец Они могут управлять машиной На обычном управлении Я к чему веду Дорогие друзья Смотрите, как отвечает Оля Она говорит Да нет, конечно Это не проблема Там просто ставится такая ручка И все То есть смотрите На самом деле Любая проблема Это просто некое решение В данном случае инженерное Которое берет И адаптирует все потребности Вот казалось бы А почему бы не придумать Такое инженерное решение Для мозгов человеческих Чтобы точно так же Все эти проблемы преодолевать Могли адаптироваться друг к другу Более эффективно Да На самом деле Сейчас тоже Все эти решения Помогают очень сильно Даже решение Которое может быть Не придуманы Для людей с аварийностью Ну, например Ну, скайп Ну, сколько людей Не слышат Сейчас Они все используют скайп Абсолютно Да? И они общаются Вот так Ты ушел от человека Ты можешь продолжать Ну, ты можешь к ней Написать ему Сообщение Ну, ты можешь с ним Просто общаться На жестовом языке Абсолютно А с помощью скайпа Ну, много всего Которое сегодня есть И слава богу Это, мне кажется Очень меняет И вот этот робот Который говорил Вот хорошо Что вот Сейчас И я не уверена Что всегда так делает Но в основном Тоже Вовлекает людей С инвалидностью Которые говорят Что надо Ну, как и эксперты Да? Которые выступают И вот это делает Их мир Мир, ну, другие Насколько я знаю Это прощает Жить И возможности Какие-то совершенно Новые появляются У нас в фильме Есть такой эпизод Он касается детей Которые в интернате Именно те дети От которых в итоге Семьи либо отказались Либо отдали на пяти днев Оценить потенциал Этих детей Невозможно Потому что с ними Ну, занимаются По мере сил Понятно, что Не имея одного Значимого взрослого Рядом с собой И педагога Раскрыть потенциал Этого ребенка Уже не представляется Возможным И смотреть на них Было очень, конечно Грустно Кто-то совсем лежачий Ну, как мы уже Раньше сказали Все равно Его можно реабилитировать Все равно С ним можно общаться Все равно Можно вытаскивать Максимум из того Что он может А кто-то вообще Абсолютно Идеальная речь Светлые глаза И непонятно Почему Почему же так получилось Что все эти дети Там И у меня вопрос В других странах Как решается Такая проблема Есть ли у них Тоже такие здания На 300 На 500 человек Детей Которые вот там И все Или это специфика Пережитки Нашего какого-то Прошлого Советского Ну, по крайней мере Вот я вижу В Европе Борется Там, по-моему Это вот Европа шая Да? Евросоюз Но очень часто И условия Такие были Для, допустим Стран Которые входят В Евросоюз Чтобы они Расформировали Чтобы они Созлили Другие условия Для людей С инвалидностью И не в этих Огромных интернатах И на самом деле Они стали создавать Небольшие дома Или давать Такие квартиры Для самостоятельной жизни И, по-моему Там, ну, разные страны Я знаю Чехии точно Там очень многое Изменилось В последнее время Но И сейчас Тоже Я думаю Даже и в России Сейчас есть такое Понимание Ну, по крайней мере Меняется понимание Но точно Есть у группы активистов Да Понимание Что надо Менять ситуацию И должно быть Самостоятельное проживание И поддержка Конечно, лучше Если, как мне кажется Можно сделать много Маленьких домов Но главное Чтобы это было Ну, короче Если взять Даже эти дома Которые Интернаты В основном Они вообще Далеко от городов Да Слушай, они вообще Если там создавать Я не уверен Что в это Прямо решение Но есть Очень часто Это обсуждается Я меньше Участую В таких дискуссиях Но я знаю Что очень много Людей Которые Прям бьются За это Которые ездили Посмотрели Разные дома Дали свои отчеты По этому поводу И чиновники Которые ездили В принципе Сейчас Мы надеемся Что ситуация Будет меняться Но есть Очень важные Законы Которые Должны Приниматься Пока его Не принимает По поводу Распределенной Опекой И есть Тоже Недавно Совсем Был В новостях Везде Все переживали О том Что будет Создаваться Это в Хабаровской Области Тоже какой-то Большой интернат Поэтому Когда Тебе Все кажется Что мы идем Вперед Потом мы идем Назад И какие-то шаги Назад Ну как-то Вперед-назад Вперед-назад Но в принципе Идея Вот этих больших интернат Это все Любое Такое Учреждение Считается Плохо Плохо Мы уже к этому пришли Что такие интернаты Это плохо И надеюсь Что государство Тоже Здесь Насколько я понимаю И вообще Один из путей Это так называемое Сообщество людей Которые объединены Какими-то Одними Ну там Назовем так Диагнозами Да Которые в итоге Создают Свою такой комьюнити И живут в отдельных Домах Например Да Там с определенным Набором Ну людей Которые им помогают И так далее Но конечно Это все вещи Не дешевые Здесь еще и государству И обществу Предстоит найти Какой-то Экономический путь Как это обустроить Эффективно Я опять-таки Не на камеру Но тоже Слышала такое Что Ну мне лично Задавали вопрос Почему ты снимаешь Часто снимаешь Про людей С особенностями здоровья Оль Но тут душевных сил Не хватает На здоровых людей Тут денег Государству Не хватает На обычных людей А Почему Твой взгляд Режиссерский Человеческий Обращен Да Почему инвалиды Меня так задевает Думаю А что значит Инвалиды Ну У нас у всех Есть особенности Здоровья В конце концов Покажите мне Идеально здорового Человека У которого Вообще Никаких проблем Вопрос Да Там Название Как это все Называется И что тебе Там врач Поставил Но Мне спокойнее Когда я создаю Такие фильмы Мне кажется Что я могу Поспособствовать Тому Чтобы Завтра Мы жили В каком-то Красивом Обществе В котором Мне не грустно Смотреть На то Что рядом Или может быть То что со мной Может произойти В любой момент Вот Ну а любой проблеме Нужно говорить Чтобы ее знали Чтобы ее слышали Ты скажи Вот только Ну честно Ты бы хотела Чтобы Твоя дочь Осталась жить И учиться в Германии И не возвращалась В Россию Да Хотела бы Ей там комфортно Совершенно простой пример Она летом Ездила в лагерь В Германию На языковые курсы Вернувшись С Германии Она хотела Встретиться С ребятами В центре Понятное дело Хорошо Подъезд Адаптировали С подъезда Она выйдет Но до центра Она не доберется Самостоятельно Та же самая Служба С 18 лет Ну то есть Ей хочется Самостоятельно Без меня Понятно Что я ее довезу Я ее оставлю Но ей хочется Выйти Самой С ребятами Пойти Пойти потусоваться Где-нибудь Поскольку возраст Такой От одной точки Доехать До другой И в этом Все ограничения Она понимает Что здесь Она этого себе Позволить не может Там она Звонит И рассказывает Говорит Что Несмотря на то Что брусчатка Она совершенно Спокойна От кампуса С пересадками На автобусе На электричке Ездит В школу Без сопровождения Сама Одна Это Очень важно Да Это дорогого стоит А вот В плане Менталитета Вот есть какая-то Разница Или Или В целом У нас люди Мы уже сказали Что люди В принципе Наборожелательные Тебе вот коляску Помогают Да Ты перевоспитала Весь свой двор Наверное Смею надеяться Что все-таки Наш менталитет Приведет нас В итоге К инфраструктурным Изменениям Если менталитет Уже меняется Нет Меняется Безусловно Меняется Общество Меняется И пытается И условия создать Но Не всегда Конечно Создают так Как хотелось бы Да Вот сделали Сейчас Реконструкцию Этих Подземных Переходов Без слез Не взглянешь Это просто Веселые горки Это в Москве? В Москве Ну Это вот Пандусы Да Да Мраморные По-моему Да Еще они любят Сейчас Особенно зимой Попробуй на них Проедь Ну то есть Это Действительно Я тоже Несколько раз Себе Вот просто Пытался Представить Себе Вот этот Вот Невиданный Смелости Аттракцион Что ты берешь Или же в метро Когда есть Особенно Марино Метро Марино Там значит Лифт И он никогда Не работает Висит амбарный Замок Прям амбарный Висит Да Однажды Висел замок Амбарный Не так давно Мы пытались Воспользоваться Там висит Объявление Что Он на ремонте То есть Все время Там что-то Происходит Он есть Но не работает Галочка Где-то стоит Да Да Все Чаще Чаще С юристами Что-то делать Там очень часто Опять что Просто получается Постоянно Что-то делать И человек Наверное Как можно Всю жизнь Помнишь Мы проводили С телеканалом Дождь По-моему Проводили Да Кто у нас В лифте застрял Да У нас Это был Подъемник Переход Где Тверской Такой Да И у нас Человек Представь себе Это была Аксия Ну помнишь Все-таки По городу И все Садились на коляске И тоже Я какую-то группу Сопровождала И вдруг Это был кошмар И реально Они застряли И мы пытались Мы еле-еле Вытащили оттуда Она с ребенком была Да И там просто Ну Там человек пришел А то что он пытался Сделать Не получилось Короче Да И сколько часов Ну мы Я не знаю Мы довольно Где-то Запомни Ну за 45 минут Ну все Не так страшно Но мы и вытащили Катюшер Давайте Знаете-ка что У меня к вам Вот такой еще вопрос Который мне кажется Важно обсудить Мы на самом деле С вами Это хорошо То что мы обсуждаем Частности И хорошо Что мы зашли В эту тему С таких Общечеловеческих Гуманистических Вопросов Позиций Давайте попробуем Сейчас Неблагодарной Вещей заняться Давайте попробуем С вами Немножко Сформулировать Какие-то Статистические Вещи Касающиеся Положения Дел В России И в мире Касающиеся Людей с инвалидностью И инклюзией Вот Денис Знаю Что ты конечно Не любишь Такой вопрос Потому что Продажная девка Это статистика Знаем мы Прекрасно Но тем не менее О каком количестве Людей с инвалидностью Вообще в России Например Идет речь Ну сколько людей Вот у нас живет 140 миллионов человек Сколько людей Но считается Что примерно 10% населения Это люди с инвалидностью Да Потому что надо Ну и на самом деле Есть страны Где они Называют другие цифры Например По-моему В Америке Они говорят Ближе 15-20% А в Англии Тоже я слышала Такие проценты И выше Значит если взять Сколько количеств людей Допустим Сколько в России 140 миллион Значит Ну вот там Примерно 14 миллионов Хотя по-моему Официальная цифра 13-500 Что это такое Но Короче Надо тоже Учитывать Что вокруг Этого человека И семья Если говорить О проблеме И о том Кого-то касается Конечно Это касается И более широкого Круга людей Конечно И родителей И Ну видимо Сестры Братья Ну других Людей в семье Точно Окей Если таких людей 13,5 миллионов Человек Плюс Плюс члены семей Да Ну можно сказать так Что по сути Примерно половина Населения Российской Федерации Так или иначе Имеет отношение А это значит Не только Российская Федерация Это значит В мире Примерно половина Населения мира Так или иначе Связана с темой Людей с инвалидностью Поэтому Это очень много И на самом деле Это только кажется Что мы обсуждаем Какие-то частности Какой-то особенной Группы людей Это не так Это может иметь Отношение к каждому из нас Вот И вопрос такой Допустим Останемся пока В пределах России Чтобы на мир Не посягать Из этих 13,5 миллионов Человек Округлим 14 Сколько человек Могут быть Ну то есть Обладают работой Или могли бы работать Или могли бы работать Ну часто это дети Трудоустроенные Да Или пожилые дети Ну есть конечно Разные статистики Что примерно По-моему 35-40% Людей Это люди Трудоспособного Возраста Значит это сколько 3,5 миллиона Может быть 4 миллиона Сколько из них Работы Я думаю Москве больше Чем в каких-то городах Потому что Надо смотреть Вот есть большие города Наверное Там кажется Больше людей работает Не знаю Но может быть 30% Это те у кого Есть работа А у 70% Нет работы Ну я бы Приблизительно Мне кажется Да У тебя такая же Володя цифра Да В этом смысле Совпадаем Окей Есть люди Которые Например С моментальными нарушениями Ну с институтальными нарушениями Я уверена Что у них Меньше Возможности Работать Чем другие люди С инвалидностью Люди с инвалидностью Разные Бывает кто-то с диабетом Который тоже конечно Имеет свои потребности Но может быть Болеподвижный Да Может человек Получил высшее образование Это тоже очень важно И он Нашел в себе работу Есть человек Без высшее образование Есть не слыша Люди Да Есть кстати Не слыша цифра Вы тоже снимали Да Там тоже Когда я помню Увидел цифры Я немножко поразилась Потому что Мы забываем Что и с возрастом Меняя И слух То что Человек может быть Даже бывает Что у него нету Справки А есть какие-то нарушения И ему нужно Если речь идет о работе Если он получил Какую-то травму Он не получил Потом страх А все равно Ему нужно Какие-то Так называемые Разумные Приспоставления Что-то Какие-то изменения На работе Чтобы он мог Так же работать Как все Да Немножко адаптирую Поэтому это тоже Это явно Еще какое-то количество людей Но если из 14 миллионов Не работают Условно 70% людей Понятно Что мы сейчас Играем цифрами Да Из 14 миллионов 30% работает Это примерно 4 миллиона А 70% не работает Это примерно 10 миллионов Но мы Я взяла Тоже там есть тема Трудоспособного возраста Еще Там же трудоспособный возраст 4 миллиона А из этих 4 миллионов Только 30% работают Соответственно Окей Я не знаю Есть математики Да Вы считаете Цифры Что мы понимаем Мы понимаем Что проблема Это касается Миллионов людей Миллионов судеб И извините за Ну такое Это просто Просто рассуждение вслух А это вопрос Не только самореализации Каждого отдельно взятого человека А у него безусловно Есть право На эту самореализацию Но это и вопрос Экономической эффективности Государства Потому что Огромное количество людей В итоге не способны Внести свой вклад В экономику страны Ну и от этого падает Благосостояние Вот той самой семьи Про которую мы только что говорили Да И ложится в итоге На плечи государства Которое вынуждено Этих людей Каким-то образом тянуть Очень хотелось бы Конечно Чтобы и наш с вами Диалог сегодня Внес хоть Маленькую Толь Маленький вклад Маленькую копеечку Опустил в эту копилку изменений И надеюсь Что так и будет Напоминаю Что с вами сегодня Была программа Док-Ток На канале RTVI И наши чудесные гости И наши чудесные гости Друзья До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин